Слава Богу, дорогие братья и сёстры! Благодарение Богу, что Он довёл нас до сего часа, до сего места. Слава Богу, что мы в церкви. Слава Богу, что у нас есть цель в жизни, как верующих людей. Это свидетельство, это евангелизация, это прославление живого Бога в наших тех местах, где мы находимся. На работах, в домах, в школах, в каких-то университетах, то есть в других странах. Хотелось бы представиться. Меня зовут Руслан, мне 41 год. И с 41 года я большую часть жизни провёл, к сожалению, во грехе. И Бог спас. Да и Бог спасает каждого из нас в своё время. То есть у Бога план для каждого из нас. И нам Он неизвестен. И слава Богу, кто с детства верующий, и слава Богу, кто приходит рано, но и Бог до последнего всегда зовёт, до последнего всегда призывает принять Его в своё сердце, чтобы быть в вечной жизни на небесах. Хотелось бы зачитать издеяние с 10 главы, с 34 стиха. Пётр же отверзть уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящимся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал Сына Израилевым словом, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проведённого Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемым дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресенье Его из мёртвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определённый от Бога Судья живых и мёртвых. О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение греков именем Его. Слава Богу! И так и в моей жизни случилось, что шесть лет назад мне было посеяно слово, что Бог меня любит, я Ему не безразличен, и что Он спасает, и есть выход, и есть место. Слава Богу, у нас в стране это свободно. Где? На тот момент я думал, что эта программа спасает, центр спасает, то есть какие-то определённые обстоятельства спасает. Но живя с Богом, живя и познакомившись с Богом живым, на самом деле это всё, наверное, не так. Спасает на самом деле вера в Иисуса Христа, что Он пострадал за тебя. Бог позволил забыть очень многое из прошлой жизни и какие-то отрывки я сегодня расскажу. По Его милости я могу живой тут стоять и говорить о том, что Он жив, Он здесь на земле вживую. То есть в раннем детстве я начал употреблять алкоголь. У меня алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, сквернословие, ну и все вот эти грехи, которые сейчас преобладают в мире. Родился я в благополучной семье, то есть в достатке, мама, папа, сестра. Но в то время большинство взрослых людей, они были окружены такими заботами, что одеть обуть, отправить в школу, а школа воспитает. На самом деле, ну в моей жизни произошло все не так. То есть я накормлен на буд, в школу отправлено, воспитала улицы на самом деле. В раннем детстве мне хотелось быть взрослым, похожим на взрослых парней. То есть и благодаря вот этому алкоголю я, наверное, и получал вот это какое-то сиюминутное, там секундное удовольствие, которое на самом деле на утро уже было все плохо. Ну и вот так продолжалась эта детская жизнь. То есть алкоголь каждый день практически, зарабатывание денег на алкоголь. В армию я убегал, думал, что брошу пить, хотя там пил больше. Со школы меня выгнали. Ну я быстренько про это расскажу. Со школы выгнали. Среднее образование я получал в 25 лет уже, после армии. И в этот момент, в 25 лет, я признал, что у меня есть проблемы с алкоголизмом. То есть я начал искать выход. Выход в лечениях. В наркологии также было проведено чуть более тоже 12 лет. в этих бесплатных государственных, в которых есть программы там социальные, эти психологи, бабки, детки. То есть все возможные способы кодировки, которые есть вот сейчас в мире, наверное, у нас, по крайней мере, в стране. Я все попробовал. И на самом деле, оставаясь один на один вечером, я понимал, что это ничего не работает. Это ничего не помогает. Знал, что есть Бог. Знал, что Он хороший. Знал, что Он любящий. Но всегда мне казалось, что Ему от меня что-то надо. То есть деньги, квартиры, машины. Все, что угодно, только не моя душа, например, не мое такое внутреннее состояние. И я понимал, что придя к Богу, нужно оставить все. То есть вот это вот чуть-чуть, которое, к сожалению, многие люди допускают. Вот я чуть-чуть этого оставлю, и все, я буду в церкви. Вот это мне не навредит, церкви не вредит, но вот это пускай у меня побудет. На самом деле, я это понимал. И, наверное, поэтому я и не шел в нашу церковь. Я родился в Серебрянке, жил возле Гурского. Но на Гурского за 35 лет я ни разу не переступил порог. Хотя на самом деле люди на улицах мне рассказывали, приходи в нашу церковь, у тебя все будет. Но опять же, вот это все будет, мне не вдохновляло. И я всю жизнь пытался сам. То есть зарабатывание денег, от гулянки до гулянки, потом жизнь на улице при живых родителях и праздную образ жизни. И слава Богу, что мы сейчас имеем на самом деле вот эту цель служения для Бога, свидетельствования. И это мне доставляет радость. В свое время также приходил к участковому и просто просил, ну, не дорогой участковый, но просто говорил, отправьте меня, как говорят в народе, летно-технический полк ЛТП. То есть, и получается, я туда ездил год через год на одну и ту же кровать, в один и тот же отряд. И там, слава Богу, в третий раз, это находится в Светлогорске, я работал на выходе всегда участника, то есть я стройкой занимаюсь. И попал к брату, который проходил тогда адаптация, у него была в Боровиках, есть центр. И он мне просто сказал, давай после своей программы на нашу программу. Я говорю, не-не, у меня своя программа, не надо мне этого. И все, и знаете, освободившись, до этого я уже оказывался в реанимации. Я не понял, что я умер в Светлогорске, но наутро у меня была одна мысль, дайте мне одежду, и я пойду в магазин. Так и в третий раз оказалось, что вот за год, что я не выпил, я выпил за один вечер, и также оказался в реанимации. И те же мысли были, что нет, мне, я просто заснул, я проснулся, все, я здоров, и нужно двигаться дальше. Ну, и вот так проходила жизнь после прихода с этого опять очередного ЛТП, и опять эти наркологи, опять эти бабки, опять эти подшивки, психологи и всему подобное. И ничего вообще не помогало. Благодаря программе реабилитации, которая есть у нас в Беларуси, сосед у меня когда-то был наркоманом, и когда я его последнее время видел, ну, вот буквально две недели до центра поездки, он мне усиленно говорил о центре, приезжай, приезжай, Бог тебя любит, все у тебя изменится. И за три дня до поездки в центр он пропал. Ну, как я потом выяснил, не я от него убегал, а он от меня уже начал убегать, потому что я его готов был слышать по два, по три часа, но в конце просто говорил, дай денег. Ну, мы верующие, мы понимаем, что мы не хотим быть соучастниками греха, и на такие вещи мы не даем. И вот я буквально в течение 40 минут, это было 21 июня, лето, в самом разгаре, то есть отдых, но я все-таки сделал правильный выбор, что согласился тогда поехать на эту программу реабилитации. Ну, и вот жизнь началась. Жизнь началась очень быстро, но очень трудно. На самом деле, в возрасте повзрослее очень трудно ломать свой характер и слушать тех братьев, которые также проходили программу, но они персоналом там служат. «Делай то, что тебе говорят». И я думаю, слушай, тебе 20 лет, а ты мне будешь же говорить, что мне делать. Я сам все знаю, я сам все умею, но это не работает, конечно, человеческое. Ну, и вот так вот потихоньку, потихоньку, то есть Бог ломал, Бог в плане, не то, что Бог ломает, а Бог предлагает. И твой выбор. Либо делать, либо ворота открыты, никто не держит. Уходи. Тяжело было, но благодарение Богу, людям, церкви, за молитвы, за то, что на самом деле сила молитвы совместная, она в моей жизни также производила свидетельства, что я положил себе в сердце, что если есть нужда, обязательно об этом должен знать второй человек. Если второй не знает, значит ничего не будет. то есть и вот так у меня два-три человека, они всегда подключены. Встреча с Богом произошла на программе, когда в 20-х годах были эти волнения, я оказался в падении, сидя на вокзале на главном ходе со спиртным, бегает ОМОНа, и у меня внутри просто Дух Святой начал говорить, слушай, ты даже ему же не нужен. Хотя я в милиции жил, и по три раза на день я мог там попадать, туда, и это было в порядке вещей. А тут ОМОН, и меня никто не трогает. И все, я уезжаю в центр, и в этой электричке. За ночь я два раза съездил в центр, то есть приезжаю в центр, зачем тебе центр едет обратно, и так же с Минска опять. И в тот момент просто я понял, что христианство на самом деле это не свод правил, это не подъем, это не молитва, это не служение один раз, два раза в неделю, а это постоянное посвящение себя, и это на самом деле образ жизни, который радует, который вдохновляет, и который дает силы двигаться вперед. И вот тогда жизнь засияла новыми красками, то есть служение уже было в радость, то есть служил я во многих служениях, но это в силу того, что мне всегда хотелось чему-то новому учиться. И так же вот еще про молитвы. После центра у нас всегда говорили, нужно тебе искать себя в церкви, то есть нужно быть в церкви, в служении, нужно быть в общении с братьями и сестрами, нужно говорить о том, что Бог делает из невозможного возможное. Так и получилось, что хотелось служить в центре в качестве волонтера для начала, так оно и происходит по сей день, то есть в том же центре, где сам проходил программу, и трудимся дальше. Всегда любил петь, и Бог позволил сейчас, ну не сейчас, это года два назад, то есть трудиться в хоре, был, ну короче, поем. А хочется на самом деле сказать такую мысль, которую, наверное, я готовил и был готов ее проговорить, что хочется напомнить каждому из нас, что мы у Бога записаны в книгу жизни, и мы личности. Так еще отойду чуть-чуть назад, что в той жизни, которая была, я себя потерял как личность, то есть я не ощущал себя человеком, я не ощущал себя тем человеком, который на самом деле для других может быть полезен, или, как это сказать, утраченный чувство достоинства. То есть на самом деле, когда Бог вернул вот это, что ты человек, ты Божье дитя, ты живой, ты спасенный, ты по милости живой, и ты на самом деле оцениваешь и осознаешь всю ценность той жертвы, которую была принесена на этом кресте. То есть хочется напомнить, что если среди нас может или у экранов, или где-нибудь кто-то слышит, что он никому не нужен, он заблудился, он упал, он отошел от церкви, понимая одно, что Бог нелицеприятен, как и в слове написано, что он поднимает и он любит в любом состоянии, какого бы ты статуса не был, в каком бы ты положении сейчас не находился, там, в подвале или где-то в кабинете, там, с золотыми колоннами, не знаю. Бог принимает в любом состоянии, в любом положении. И хотелось бы молиться о том, что очень тяжело в моей жизни было понимать и осознавать, что Бог рядом. То есть нам хочется всегда, как людям, видеть это физически, но в молитвах и рассуждениях мы можем взращивать вот эту уверенность и веру, что Бог живой и Он всегда находится рядом, где бы мы ни находились или в какой бы ситуации мы ни находились. Поэтому хочется призвать вас к молитве. Давайте попросим Бога, чтобы Он вселял вот эту уверенность и веру каждого из нас.